Привет! С вами Юрий Антушевич на дворезе Масса, Льдом и Снегом, которые, как оказывается, совершенно неожиданно могут оказаться политической угрозой для наших руководителей. Как и почему это происходит, хорошо видно на примере российской культурной столицы города Санкт-Петербурга, ее губернатора Александра Беглова и посвященного им, городу и губернатору, коммунально-музыкального триптиха всеми любимого и, оказывается, не чуждого социальной повестки лидера группировки Ленинград Сергея Шнурова. Ладно, были б только воры, здесь грешил и Мамферран. Надо ж так загадить город, не пройти, чтоб нихера. В Питере говно пока так, их наш город не ебет. А Бегловская лопата, где и что она гребет? Часть первая, названная пока так, к восторгу всей страны, рассказывает о том, что в Питере говно. Она-то и положила начало заочной войны Шнурова с Бегловым при, как говорят, тайном участии совсем непростого бизнесмена Евгения Пригожина. В общем, в своем первом, безусловно, хамском произведении Шнуров прошелся по проблемам уборки Петербурга от снега и мусора, нецензурно отозвался и о губернаторе, и о том состоянии, в которое власти привели город. Ну а то, что песня в мгновении ока набрала миллионы просмотров и тысячи ободряющих комментариев, объясняется, конечно же, не только коммунальными проблемами, просто народу, во-первых, нравится жанр, в котором давно работает Шнур, а во-вторых, и может быть в главных, у того же народа искреннюю, незамутненную, какую-то почти детскую радость вызывает тот факт, что кто-то может публично послать путинского губернатора нахер, и ему за это ничего не сделают. Пожалуй, это многое говорит о любви народа к власти, которая к тому же даже не умеет правильно реагировать на веселую, в общем-то, критику с херами. Попытка Смольного возразить интеллигентно с привлечением Петровского из Эрмитажа или Фокина из Александринского театра провалилась сразу по нескольким причинам. Во-первых, и Петровский, и Фокин на самом деле никакие уже не интеллигенты, а усталые от жизни администраторы, по сути, частью той же ненавистной чиновничьей номенклатуры. Это во-первых. Во-вторых, творческое обвинение, которым оказался Клипшнура, требует творческого же ответа, а не простого брюзжания, с которым явно по просьбе городского руководства и вышли к публике культурные деятели. Ну и в-третьих, нужно учитывать особенности Ютуба и интернета вообще. Это пространство, живущее по собственным законам, где действительно могут послать подальше, а потом будут внимательно смотреть, как ты будешь реагировать и что станешь делать. А попытки в воззвании к тому, что музыкант, где не патриотичен, так как непозволительным образом, я цитирую, смешивает мелодию гимна города с несензурной бранью, для интернета аудитории просто нелепы. Она и не такие миксы видала. А Шнуров тем временем еще раз пнул Смольный, на этот раз практически без мата и получилось тоже хорошо. Питер самый чистый город в мире. Попрошу еще раз слово, осознал ваш благородь, прекращу хуйню пороть, я теперь люблю Беглова. Беглов, Майлов, Беглов, не надо лишних слов, на тело он дегло, Беглов, Майлов, Беглов. Смольнические недоброжелатели Шнурова немедленно обвинили его в подковерной политике на стороне уже упомянутого повара Путина Пригожина, который темстит Беглову за непонятки на прошлогодних выборах в Госдуму и Питерский ЗАГС. Не берусь отрисать того, чего на самом деле не знаю. Как не знает этого наверняка большая часть аудитории Ютуба, включая простых питерцев. Зато не видят реальные коммунальные проблемы, которые в буквальном смысле даны им в ощущениях повседневных и повсеместных. И не просто даны, а непосредственным образом так, что угрожают здоровью и даже жизни людей прямо на улице, возле двери родного подъезда. Кулей за песню, пись о бит, кто не спрябнулся в руки. Одна нога, нога, нога другая, ага, одна рука, пока, ага какая, пока Одна нога, ага, нога другая, ага, одна рука, пока, рука какая, пока Не гуляла вроде я, но как будто напилась Такие ритмы и мелодии, что ноги сами пляс Не гуляла вроде я, но как будто напилась Такие ритмы и мелодии, что ноги сами, ноги сами, ноги сами пляс Здесь Шнуров на самом деле ничего не наврал и не придумал. Он просто взял актуальный тренд и сделал его осязаемо наглядным. Звучит парадоксально, но именно уборка снега считается для городских городоначальников Питера главным тестом на профпригодность. Так повелось еще со времен Валентины Матвиенко, подарившей нам всем это сладкое слово. Сосули. И ничего нового с тех пор не изобретается ни при Георгии Полтавченко, ни вот при Александре Бегловой. И нечего тут удивляться количеству херов и заниматься конспирологией, выясняя кому, кто и за что мстит песнями Шнурова. Просчеты власти налицо, а они безусловно всегда используются недоброжелателями. Но и власть же должна как-то такие вещи предвидеть. О чем на самом деле говорит поведение губернатора, который бодро рапортует о готовности к зиме, заранее зная, как остро горожане воспринимают борьбу со снежными завалами и зная, что этих завалов не миновать. Мне кажется, это говорит либо о крайней степени пофигизма, либо действительно о слабой компетентности и плохом прогнозировании. Но в обоих случаях губернатору об этом скажут, при этом совершенно не важно в какой форме. Поэтому то, что спели в Питере, а также про кого спели, должно бы послужить уроком не только для команды Беглова, потому что велика Россия, много в ней и снега, и нерадивых пофигистов в среде, мэров и губернаторов. А у меня пока всё. До встречи. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok